Дорогие друзья, кумеры и поклонники Что их связывает? Их связывает только одно В принципе, что они... Вернее так Люди живут в придуманном мире И понятное дело, они всё время придумывают себе персонажей, которым поклоняются И на самом деле, как пел у меня время Майя Кристалинская Я сама тебя придумала, будь таким, как я хочу Но на самом деле, в принципе Кумеры бывают разные Тут вот мы видим прессы с своими поклонницами Многочисленными В общем, экзальтация зашкаливает, понятное дело И в принципе, вроде бы фан-клубы Фан-клубы собираются все такое, прочее, разные А на самом деле, каждый придумывает сам собственный, в принципе, персонаж И не факт, что, допустим, Битлз Они отвечают, как говорится Вернее, каждый, кто, в общем-то, верил и поклонялся Битлз Из этой самой Битломании 60-х годов И позже Он видел Битлз одинаково То есть, они, в принципе, поклонники Видят его по-разному И, конечно, здесь, как бы, еще вопрос стоит о самоидентичности личности Понятное дело В общем, фанаток было много Стадионы, как говорится, бушуют И тут и плачут И в обмороке падают И, в общем, что только не делалось с уважаемыми девушками Ну, а, в принципе, чем кончилось, мы с вами знаем То есть, многие поклонники, они доходят до того Что, собственно, начинают проклинать своего кумира Или даже пытаются его убить Ну, вот Марк Чемпин Чем интересно, в общем-то То, что он убил Убил Ленина И, фактически, это вот 81-й год И это было событие Это было Как фанат может убить своего кумира На самом деле, вот так вот Взял да и убил И, в принципе, когда его спрашивали Что же, собственно, им двигало Он говорит, что у меня, как бы, два человека существует Один тот человек, как бы, хороший А другой плохой Так вот, злой убил плохого Вернее, злой убил Ленина А, так сказать, а хороший он как раз бунтарь И он присылался на книгу Джерома Селинджера над пропастью волши И когда его взяли, он сидел под фонарем Под фонарем сидел Ну, это вот последняя фотография Которую он сделал Перед фешенебельным Фешенебельным Домом на Манхэттене Где был убит Леннон И, фактически, в принципе Он много ждал Несколько часов И, в принципе Уговорил фотографа Сделать этот снимок И он стал последним В фотогалерее Леннона И вот этот дом Где, в принципе Ну, и одно из Произошло убийство Вот в этой арке И, фактически Значит, каким же Побудительным мотивом Было он так объяснял Что Леннон, в общем-то Возглавил бунт Но на самом деле Стал предаваться всем радостям Как говорится Буржуазного общества И же, в общем-то Начал с карьеры Хиппи и дети цветов В принципе Не стяжа эти ценности Окончил вот тем Ну и, конечно Еще служил Как бы Триггером то Что В принципе Фанат его Он Поверил в Бога Стал ходить в церковь Возрождение И, фактически Его просто убила Фраза Леннона В принципе Мы То есть Битлз Популярны больше, чем Христос И, фактически Вот он очень обиделся Из-за этой фразы Ну и потом Он В общем-то Сидел Ждал полицию Под фонарем Пока В общем-то Сопровождали В больницу Его кумера И так далее И читал книгу Вот известную Вот эту вот книгу Как говорится В общем-то Боржин Да И, фактически Вот такая вот история То есть Книжный персонаж Семнадцатилетний юноша Который В общем-то Поднимает Бунтарский Такой Бун Является Инициатором Бунтарем Против Буржуазного Общества Он Фактически Переходит Уже В реальную Жизнь И через Модернизируясь Через сознание Вот этого вот Убийцы Беннана Он Становится Неким Таким Уже Каким-то Чуть ли не Сружками Дьяволом А вот Собственно Еще одна История Которая В общем-то Характеризует Отношения Поклонников И их Кумиров Спрашивается Что связывают Эти три персонажа Правильно Их связывает Фильм Таксист Бортина Скорезе Ну Скорезе Конечно Талантливый Режиссер Ничего не скажешь В общем Снимает Хорошие Фильмы Снимал Снимает Снимал Как уж Тот Относиться К этому Но В принципе В этом Фильме Скорезе Таксист Играет Молодую Проститутку В общем-то 14-летнюю Девочку 12-летнюю Известная Артистка Вот она Здесь У нас Перед нами И В принципе Понятное дело Что Персонаж С которым Собственно Отжествляет Будущий убийца Рейгана Вернее Не убийца А покушавшийся На убийство Человек Он Герой В общем-то Вьетнамской войны Ветеран И у него Все такое Плывет Плывет Все В его обществе Он Несколько Так Смакует Все эти сцены Всякие Разные В общем-то Ну и Понятное дело Что Все Приходит К трагическому Результату А в принципе Молодая Актриса В сознании В помешавшем Сознании Джона Фостера Она Потому что Его признали Потом Безумным В принципе Она Как раз Является Тем персонажем Который Герой Фильма Таксист Спасает Ну и здесь Мы видим Тоже Самую Историю Когда Книжные В общем-то Или Придуманные Киношные Персонажи Они И каким-то Образом Перекачевывают Действительность И становятся Реальными Уже Значимыми Событиями То есть Триггер Работает Хотим Мы не хотим По фильму Вернее По фильму Который Собственно У Скореза Существует В таксисте По сюжету Этого Фильма Там Покушаются На кандидата В президенты Главный Герой Герой Вернее Так сказать Ветеран Вьетнамской Войны А здесь В принципе Как раз Вот этот Вот Уже Реальный Персонаж Джон Хинкли Он Покушается Уже На Рейгана Ну и конечно В общем Выпустил 6 пуль Вот это кадры 81 года Покушения На убийство В гостинице Где-то Все происходило И в принципе В общем-то Четыре человека Пострадало Довольно тяжело И Рейган Тоже Пострадал Если мне Своевременная Помощь То в общем-то Не откачали Президента США Ну вот Еще одна история Тоже связанная С фильмом Фильма В общем Та женщина Которая Поет Она поет И танцует И вообще Красиво Выглядит Этот фильм Я помню 78 года Если я не ошибаюсь И фактически Все хорошо Пугачева В нем Сыграла Саму себя И это было Прекрасно Я помню В детстве Ну в подростковом возрасте Я смотрел этот фильм Все это очень Мне нравилось Как раз В принципе За Пугачевой Конечно После просмотра Этого фильма Стал охотиться Маньяк И убийца Нагиев Его фамилия Такая И в общем-то Как раз После просмотра Фильма Который он Много раз Смотрел Ну так же Как и в общем-то Вот тот самый Фильм Таксист Который В общем-то Убийца Предполагаемый Убийца Рейгана Покушавшийся На его убийство Смотрел 15 раз А этот Тоже много раз Смотрел Он влюбился В главную героиню Этого фильма Понятно какую И в принципе В общем-то Он стал Собирать Сведения О ней Где она живет Что она делает И так далее И так далее Ну и самое-то Самое печальное Что до нее Особо Он как бы Не добрался А он Покушался Износи Насиловал И убивал Потом Женщин Похожих На Пугачеву И у него В принципе По-моему 6 убийств Они мы длили Даже больше Причем Довольно Холоднокровно Он расправлялся С женщинами После этого Изнасилования То есть Он их банально Убивал ножом И в общем Вот какая-то В этом страсть У него была В общем-то Это понятное дело И самое-то Любопытное Что когда Его арестовали В начале Восьмидесятых То он Будучи уже Под следствием Умудрился Бежать При Уже после Оглашения Приговора К тому После того Как его Приговорили К высшей мере Наказание Смертной казни Он умудрился Бежать И Пугачеву Конечно В общем-то Стали оберегать Потому что Он знал Ее адрес И он узнал Где она живет И В принципе Понятное дело Месяц Или Около полутора Месяцев Пугачев Находился В таком Страшовом Состоянии Потому что Вполне себе Возможно Что цель жизни Которую Собственно Вот этот Маньяк Нагеев Ставил перед собой Она могла Реализоваться Так или иначе И Фактически Это ему не удалось Его все-таки Схватили Арестовали И Привели в исполнение Быстренько Уже Этот самый Приговор Суда Но тем не менее В принципе Все это показывает Нам Как раз Раскрывает Общую ситуацию Что люди Они живут Ментальными Областями О чем это Собственно Говорит Больше даже Это говорит Не о кумирах А их поклонниках А о том Что люди Придумывают себе Воображаемую Действительность И в этой воображаемой Действительности Живут Но понятное дело Что в данном случае Мы говорим О какой-то патологии О каких-то Так сказать Маньяках И прочих Разных Таких Личностях Которые Социумом Отвергнуты Но на самом деле В той или иной степени Это присутствует И у многих И поэтому Мы можем с вами Пройтись назад И посмотреть В принципе Этих фанаток Или Фанаток Допустим Битлз Ну понятное дело Что сейчас Другие герои И мы вспомним На нашей памяти Ласковый май Это было не так давно Хотя уже Достаточно давно Но понятное дело Что Не все же из них Как говорится Серийные маньяки Или там Убийц Нет Они просто Как говорится Делегируют Часть своего сознания Кумиру И в принципе Живут его жизнью Можно сказать Что они живут Чужой жизнью И эта жизнь Их радует В общем-то Миллионы Как говорится Людей Создают себе Образ какой-то И в этот образ Верят И продолжают верить Несмотря ни на что И конечно Вот это вот Коллективное Сугестие Она позволяет Людям Объединяться На основе этого И конечно Подстегивает Многократно Эти внутренние чувства Эти внутреннюю В общем-то Эмпатию Эти внутренние Переживания И в принципе Доводит ее До абсурда До абсурда Доходить нельзя Но когда мы говорим О животных О том Что человек Отличается от животных И чем он Отличается от животных То конечно Немаловажный аспект Что человек Может придумывать Се реальность И в эту реальность Себя Помешать И в этой реальности Жить Так что вот такая вот История Кумира и их поклонник Александр Белов Субтитры сделал DimaTorzok